SCP-332 Изначально построенные для содержания SCP-332 были удалены и заменены на исследовательскую станцию, построенную для наблюдения SCP-332 в неактивном состоянии. Агенты организации внедрены в крупные населенные пункты и объекты туризма для обнаружения и реагирования на проявление SCP-332. Если местные агенты организации не могут обеспечить содержание, будет задействована ближайшая доступная МОК. Когда SCP-332 входит в активное состояние, занимающийся содержанием персонал должен отслеживать интенсивность и расстояние распространения производимого SCP-332 звука из звукоизолированных наблюдательных пунктов до прекращения активного состояния. Подвергнутые воздействию гражданские должны быть задержаны на неопределенный срок, под предлогом вспышки инфекционного заболевания. SCP-1833 находится под постоянным наблюдением на предмет изменений. Описание. SCP-332 представляет собой класс «Оркестр». 1976 года выпуска «Школа Кирк Лонвуд», расположенной в городе, удалено. Группа состоит из 30 гуманоидов, обозначенных как SCP-332-1-30. Все 30 субъектов SCP-332 одеты в униформу Оркестра 1976 года и играют на инструментах, произведенных до 1976. На каждом инструменте выгравированы слова «Симфония Глюка». Субъекты SCP-332 не проявляют нормального человеческого поведения и, когда находятся в неактивном состоянии, стоят по стойке смирно. В центре бывшего футбольного поля «Школа Кирк Лонвуд» изменено. В месте их последнего появления. Иногда отдельные субъекты SCP-332 вдруг начинают бороться с невидимой силой, после чего возвращаются в обычное положение. Причина такого поведения не установлена. Ни один субъект SCP-332 никогда не пытался общаться с сотрудниками фонда. Субъекты SCP-332, судя по всему, не чувствуют голода, боли, не страдают от воздействия окружающей среды и находятся на том же месте на протяжении 30 лет, не испытывая негативных последствий. Каждые 48 часов SCP-332 вступает в активную фазу. Все субъекты мгновенно переносятся в другой населенный пункт. SCP-332 предпочитает крупные объекты туризма и места, где часто выступают марширующие оркестры. Также SCP-332 начинает издавать звук, если какой-либо человек входит в зону отчуждения, а также при возникновении в пределах этой зоны шума частотой от 15 до 80 тысяч герц. Активное состояние выражается в том, что SCP-332 марширует по периметру футбольного стадиона школы Кирклонвуд в течение от 15 до 45 минут, после чего выходит на середину поля и исполняет музыкальное произведение. Мелодии, исполняемые SCP-332, различаются. В основном состоят из оркестровых аранжировок популярных песен 1969-1973 года. Звуки, издаваемые SCP-332, имеют постоянную громкость на территории всей активной зоны, вне которой звук резко стихает. Любой субъект, способный услышать музыку в исполнении SCP-332, пытается завладеть любым музыкальным инструментом и присоединиться к исполнению. Пострадавшие в дальнейшем SCP-332-B проявляют сильное беспокойство, если им не удалось получить музыкальный инструмент в течение 10 минут после воздействия SCP-332. Если субъекты лишены возможности присоединиться к SCP-332 в течение 10 минут, они подходят к группе и начинают маршировать рядом, имитируя игру на инструменте, и пытаясь воспроизвести звук с помощью голоса. Субъекты SCP-332-B, присоединившиеся к SCP-332, будут шагать и играть, пока не упадут в оморок от истощения или голода, после чего их растаптывают другие экземпляры SCP-332-B и SCP-332. На каждые 10 субъектов SCP-332-B, которые присоединяются к SCP-332, радиус действия эффекта увеличивается на 300 метров и будет расширяться, пока все субъекты SCP-332-B не будут уничтожены или недееспособны, после чего активная фаза SCP-332 немедленно прекращается. SCP-332 был поставлен на содержание после инцидента 332-A, в ходе которого произошла первоначальная активация SCP-332. С момента его активации до выведения из строя агентами фонда, инцидент 332-A привел к гибели 40% сотрудников и учеников школы Кирк-Лонвуд. Школа была закрыта под предлогом повреждения вследствие пожара. Ученикам, местным жителям и выжившим введен амнезиак класса B. 19.07.1976 SCP-332 был успешно поставлен на содержание и классифицирован как Евклид. В приложении 332-A SCP был обнаружен в том же городе, что и SCP-1833 и SCP-814, извлеченные из бывших аудиторий школы Кирк-Лонвуд. Кроме того, у ученика, присутствовавшего при инциденте 322-A, был изъят SCP-1423. Исследования того, что из себя представляет симфония глюка, продолжаются. Приложение 332-B, стенограмма инцидента 33-2-A. Во время первоначальной операции зачистки, после постановки SCP-332 на содержание, снаружи была найдена 16-мм видеокассета. Пленка, обнаруженная на ней, стала первым предметом, пролившим свет на события в школе Кирк-Лонвуд. Расшифровка этого видео, хотя и очень поврежденная, является единственной записью инцидента 33-2-A. Камера направлена на большое окно, предположительно в кабинете директора школы. На поле видны несколько членов SCP-332, подготавливающие свои инструменты, звук отсутствует. Камера поворачивается к неизвестной женщине номер один. По-видимому, оператор говорит с ней, хотя звука не слышно. На заднем плане виден один из кларнетистов SCP-332. Часть записи повреждена и не содержит идентифицируемого материала. Изображение и звук ненадолго становятся чище, и голос, предположительно принадлежащий неизвестной женщине один, говорит о необычном элементе наряда одного из участников группы, хотя не слышно, что именно необычного. Статические помехи. Звук и изображение возвращаются в значительно более высоком качестве. Оператор беседует с неизвестной женщиной один. На отметке 7 минут 9 секунд за кадром слышен голос неизвестной женщины два, которая ссылается на поставщика оборудования для оркестра, известного как симфония глюка, и добавляет, что ей не удалось найти его по предоставленным данным. Неизвестный мужчина один также за кадром утверждает, что после займется расследованием этого вопроса. Камера показывает поле, где SCP-332 начинают исполнение. В 11 минут несколько человек в аудитории начинают проявлять признаки паники. В 11 минут 30 секунд камера резко дергается в сторону пола и падает. Видно, как несколько человек, в том числе оператор и неизвестная женщина номер 2, перемещаются по кабинету в состоянии паники. SCP-332 входит в активное состояние. Неизвестная женщина номер 1 покидает кабинет и выходит на улицу на отметке 16 минут. Статичные помехи. Камера поднимается и обводит комнату по кругу. В кадре видны несколько трупов, в том числе первоначального оператора. Камера ненадолго задерживается на окне, в котором можно увидеть играющих SCP-332. Запись заканчивается на отметке 19 минут. Приложение. 2 ноября 2016 года SCP-332 внезапно исчез из зоны содержания. В это же время поступило сообщение о крупном аномальном инциденте на спортивном комплексе в Южной Флориде. Считалось, что после этого инцидента SCP-332 был вновь поставлен на содержание. Но каждые 48 часов он переносился в другую локацию. В настоящее время организация оценивает ситуацию и дополнительные средства, которые могут быть использованы для продолжения содержания. На память. Часть первая. 12 июня 1976-го. Привет, меня зовут Ли. Если вы читаете это, скорее всего, я буду крайне обижен на вас. Поскольку это всё-таки личный дневник, который я купил вчера в новом Монтгомере. В арт. В любом случае, вот немного информации обо мне. Ведь именно это принято писать в подобных дневниках. Мне 17 лет, и я учусь в выпускном классе школы Кирклонвуд. Участвую в местном марширующем оркестре. Также я коллекционирую монеты. Некоторые не понимают, что в этом интересно, но мне нравится. Когда я закончу школу, я хотел бы заниматься чем-нибудь связанным с техникой, инженерным делом. Ну или если не получится, всё равно хочется быть как-то связанным с механизмами. В школе нет ничего особенного. У меня есть оркестр, есть друзья. Ну мы репетируем с оркестром, учимся. Затем после уроков опять собираемся с оркестром. Рутина. Другие члены оркестра, какие-то не очень интересные ребята. Есть классная девочка Синди, но она со мной не очень разговаривала. Альберт, лидер нашего оркестра, и он ничего не делает, кроме того, как строят нас, когда мы его бесим. 13 июня 1976-го. Какой противный день. Завтра будет полуфинальная игра чемпионата округа. И, конечно же, нам обязательно надо маршировать там, поджариваясь на солнце. Повторять одни и те же действия снова и снова. Уф, это длилось целую вечность. Но у нас была хотя бы вода, так что никто не потерял сознание от жары. Аби всё ещё смущается, вспоминая прошлый раз. Остаток дня был просто боя. Первый период был просто скука. Скука-скукотища. Мистер Коллинз всё говорил о спорте. И я думаю, так всегда бывает, когда вы отдаёте футбольному тренеру математический класс. А Дэниль вёл себя как мудак, поддерживая весь этот разговор. Было бы здорово выучить хоть чего-нибудь. Пока следующий экзамен не завалил, но походу я снова провалюсь. Чёрт, мне необходим этот зачёт, чтобы приняли на инженерный. Разговаривал сегодня с Синди. Она страшно бесилась, что куча внеклассных занятий будет отменена. Вроде бы проблемы с финансами, это совершенно идиотская ситуация. И я тоже расстроен с этим. Если они закроют лавочку, то туго мне придётся. Жду скрести в пальцы и надеюсь, что они что-нибудь придумают. 14 июня 1976. Это была не игра обойни. Мы просто избили их. Сначала всё висело на волоске, но во втором периоде наши были вне конкуренции. Тренер шутил, что всё дело в форме. Но она действительно круто выглядит, да. В этот раз заказали что-то дешевле. Все на фоне, кажется. Но получилось реально круто. Надеюсь, нам к финалу дадут новую униформу. Чёрт, я только что понял, что работы с оркестром будет намного, намного больше. 15 июня 1976. Сегодня кто-то выбил у нас окно. Пока никого не было дома. Я вернулся только около шести. Репетировал. И едва не порезал себе ступню осколком стекла. На будущее. Осколки заворачивать в два слоя. Порезать стекла мерзкая штука. 17 июня 1976. Сегодня выдалось время пообщаться с Синди. У меня лопнул отводной клапан. И у меня не осталось инструмента для репетиции. Она классная. Мы проговорили почти весь урок. И ещё после школы. Надо узнать, не желает ли она зависнуть где-нибудь. Может пойти в город, типа того. Но прежде всего надо починить клапан. Как можно скорее. Надо проверить свою копилку. Только что вернулся из нового музыкального магазина в центре школы. Оказалось, что это та же фирма, что дала нам спортивную форму. Они называются «Симфония Глюка». Это совершенно замечательный магазин. Небольшой, настолько всякого разного продают. Мне дали хорошую скидку. Как ученику Кирклонвуд. Определённо сюда стоит вернуться, как только выдастся время. Надо просто закрыть глаза и следовать ритму. Ещё я заглянул в нумизматический магазин. Но там было мало интересного. И всё хорошее слишком дорого стоило. 18 июля 1976-го. Ходил сегодня на работу. Бэбби-ситером для одного из друзей отца. Я обычно не то, чтобы люблю детей, но эти были ничего. Они все были достаточно большими. Чтобы мне не надо было менять им подгузники и всё такое. И вели себя вполне прилично. Мы, в общем-то, смотрели телек всё время, что я был там. Родители мне дали 30 баксов. И я думаю, их потратить на те монеты, что я видел. О, я вспомнил, что мы смотрели. Это был первый старый сериал про Бэтмена. Ха. 20 июня 1976-го. Сегодня мы опять разговаривали с Синди. О клубах и всём таком. Я сказал, что если скучно в её клубах, мы могли бы где-нибудь зависнуть вместе. Да. Мне очень понравилось говорить с ней. Мы поймали хороший ритм. Произносили вместе слова и выходило гармонично. Мы решили зайти в Ренмар. Посмотреть кино. Я даже не помню, какой фильм мы выбрали. 22 июня 1976-го. Я только что вспомнил кое-что из другого дня. Куча всего в городе позакрывалась. Этот магазин Синоко. Он работал. А гастроном, парикмахерская и много всего другого выглядели заброшенными. Я зашёл в Синоко купить Синье что-нибудь ко дню рождения. Магазин был всё ещё в порядке, но там работали другие люди. Хотя сами они говорили иначе. Якобы работают не в магазине, а с своим магазином. Кроме того, они были очень странными. Я видел парня, который тёр шваброй одно и то же место на полу все два часа, что я там провёл. Он ещё постоянно насвистывал одну и ту же 10-секундную мелодию. Красивая мелодия, да и не раздражающая. Но это было дико и прилипчивое. 25 июня 1976. Сходил к консультанту поговорить о карьерных возможностях. Тут, в общем-то, некуда идти. Но в Рискине есть колледж с неплохой программой по инженерной механике. Это выйдет в копеечку. Вероятно, придётся ещё раз залезть в сбережения. Я совсем не хочу продавать что-то из своих монет. Но если выбор стоит между монетами и колледжем, у меня просто не остаётся вариантов. 29 июня 1976. Убивался на репетициях. Мы тренируемся каждый день, чтобы быть готовыми к большой игре. Разумеется, Коллинз выбирает самый сложный идиотский сценарий, который он только может придумать. И хочет, чтобы мы освоили его в совершенстве за 4 недели. На этой неделе у нас начнутся более интенсивные репетиции. Это крайне паршиво. Если то, что у нас было, не было интенсивным, то я не хочу знать, что это такое на самом деле. Я сегодня дал объявление в газете о продаже нескольких монет. Я попробовал выбрать те, с которыми могу расстаться. И которые имеют какую-никакую ценность. Ещё не получил ни одного звонка, но может они звонили, пока меня не было. Нам определённо нужен автоответчик. 30 июня 1976. В рамках новой программы репетиции нам даёт какие-то витамины, чтобы поддержать наши силы. Это такие маленькие постилки. И даже не нужна вода, чтобы проглотить их. Дают две утром и одну вечером. Раны от этих стеклянных осколков всё ещё до конца не зажили. Паршиво. 3 июля 1976. Продал сегодня монеты. Их взвод в моей руке был очень приятен. Навёл меня на мысли о музыкальных тарелках. Деньги ушли в копилку. И надо будет поговорить с консультантом, когда закончится сезон. 6 июля 1976. Репетиция началась. У нас хорошо получается шагать в ритме нашей музыки и синхронно с метрономом. Просто маршировать в ритм с Синди, с Рэнди, Грэгом рядом. Мы маршируем вместе, объединённые чудесным звучанием. Кто-то обязан поддерживать ритм в мире. Наше шоу будет лучшим. Что они когда-либо видели. Эта игра больше запомнится скорее оркестром для перерыва, чем игроками. 9 июля 1976. Радио сегодня было потрясающим. Звук скользил через дырочки в ткани. Огибал деревянный корпус и сходил на меня. Мы слушали почти весь вчерашний день. И день до этого. И я даже не заметил. Время реально летит, когда ты слушаешь это. 11 июля 1976. Так не годится. Мы маршируем каждый день. Держа ритм. Нет времени для игр. Синди. Я знаю, что ты читаешь это. Я знаю, что ты вырываешь страницы, чтобы записывать свою собственную мелодию. Что ж, я могу сказать, что ты как четвертаки, застрявшая в кассе. Не слыша звон разменивающих рук над тобой. Всё изменилось. Всегда менялось. Я вспоминаю изменения раньше или попозже. Иногда так сложно принять решение. 15 июля 1976. Я больше не голоден. Мы говорим друг с другом. И играем друг с другом. И записываем их в нотах. Мы дирижируем вместе. Кому нужен бесплатный завтрак, ланч и ужин? Когда-то часть большего. Синди ела. Пускай. У меня есть более важные дела. Господи, мой желудок натянулся сильнее, чем скрипичная струна перед разрывом. 18 июля 1976. До того, как мы встретились, я был кувшином с водой. Я плескался и держал все свои идеи в голове. Но во мне был застой. Не было течения. И я не мог двигаться с единомышленниками. Нам пришлось разбить стекло, чтобы разваливалось на куски. Чтобы вошло к нам в виски. Громыхало там, пока все осколки не встанут на место. Мне надо было, чтобы ты сложила всё снова. Чтобы видны были трещины. Теперь оно вливается фонтаном. И я знаю так много. Я помню, как мы пели. Старая школа. Уважаемые учащиеся, обратите внимание, что занятия начинаются в эту субботу. Первое занятие будет в актовом зале. Пожалуйста, не забудьте принести заполненные анкеты. А также будьте готовы потратить время на общение с консультантом по поводу возможных вариантов обучения. Старшеклассники, желающие записаться на две программы сразу, должны обратиться к мистеру Вернеру после уроков. Мы надеемся, что второе полугодие пройдет замечательно для каждого из вас. Поздравляем свирепых львов, которые вчера завоевали выход в финал. После напряженной борьбы в первой четверти мы доминировали на поле до конца игры. Невероятная и неожиданная победа. Пожалуйста, передавайте поздравления тренеру Коллинзу, если вы увидите его в школе. Напоминаем учащимся о необходимости сдать деньги за внеклассные занятия. Хотя синкоп крайне великодушный. Нам все еще требуются ваши взносы. Новое автобусное расписание. Учащиеся временно приписанные к автобусам 23, 11 и 24 вернулись к своим обычному расписанию. Обращение от мистера Вольника ко всем членам оркестра. Интенсивные репетиции начинаются в понедельник. Пожалуйста, ежедневно приходите подготовленными. Введено новое обеденное меню, специально подготовленное для учеников, надолго остающихся в школе для работы во внеклассных кружках. Каждому ученику, занятому в программе, спонсируемой синкоп, новый обед предоставляется бесплатно. Уважаемые ученики, если вы чувствуете себя в силах, то приходите отдохнуть с нашими братьями и увидеть, как формула складывается в единую нотную запись. Некоторые тут говорили, что молновая система правил застала их отделиться. Так вот, предупреждаем тех, кто так говорил. Директор услышит все, что мы скажем. Теперь он прислушивается к каждому из нас, слыша ритм бегущих и запыхающихся толп. Звонки и школьные доски. Это гармония. Отдохни. Воссоединение. Перевод. Ли был там. Гуляя по мертвым коридорам, шагая через выломанные двери в своей наглаженной форме. Они оставили его позади. Всех остальных забрали, чтобы играть. Ли продолжил шагать. Они скоро вернутся. В симфонии всегда есть место для его ударной партии. Над ним конферансье добавил свои шаги к общему ритму. Чтобы узнать, какая мелодия будет сегодня, Ли посмотрел наверх, продолжая свой шаг. Привет, ученики. Это директор Вернер. Митчелл решил, что нужно сделать шаг в сторону от ответственности и что он будет шагать под другой ритм. Это нормально. Мы же будем расти дальше, как шпиль Эйфелевой пашни. Мы вдохновим множество людей на создание парашюта, с которым они смогут безопасно жить среди звезд. Никто больше не будет исключен из будущей активности. Мы привели всех сюда, чтобы все были вместе. Желаю вам хорошего года. Остальная часть школы будто бы не заметила это. Кто-то продолжил действовать, будто ничего не произошло, бродя как пугало по мертвому полю. Некоторые просто сидели, разглядывая тех, кто проходил мимо. Ли было слишком все равно, чтобы спросить их, на что это они смотрят. Он вспомнил, как проходил по коридору, разглядывая поющие знакомые лица. Когда их глаза срывались, они начинали свистеть. А когда губы опухали, они били в барабаны. Оченики, возможно, вы уже заметили новое расписание? Мы поделили всех на шесть групп и определили каждый из них свое место в школе. Я понимаю, что такие радикальные ограничения выглядят надуманными. Но поверьте нам, эти изменения назрели давно. Пожалуйста, встаньте со мной и давайте дадим клятву симфонической верности. И запоем стильно и от всего сердца. Симфония Глюка была там. Ли почувствовал это своими поджилками. Они затряслись, как струны банджо. От инструментов группы шла ее сила и слава. Прежде чем он смог подумать о 11 новых замечательных вещах, которые он скажет по этому поводу лишь сжал кулаки. Ноги собрались бежать, но приняли лишь неловкую позу. Вибрации схватили его прямо за сухожилия и начали толкать вперед, как механизм заводных часов. Ли прекратил играть. Холодная боль наполнила его. Боже, как больно. Нечто вцеплялось в его спину через руки и проносилось в голову. Это не гармония. Он попытался сделать шаг, но упал, раскинув ноги в тот момент, когда он ударился об землю. Где же его место в симфонии? Это было наказание. Рука вытянулась, хватая закупленный инструмент. Ему надо выбраться. Играть это все, что было надо. Синьи и другие ждут его, чтобы начать играть. Задыхаясь, он сжал свою грудь. В его груди был ледяной пузырь и давил в обратную сторону. Он не мог дышать, думая, боже, где все это происходит? Как? Не надо. Пожалуйста, вспоминай. Отдых. Звучала крещенда. Сначала негромко, но нарастающе. Он слабо поджал губы и засвистел. Крещенда нарастала. Ох, красиво. Великолепно. Позволь ему забрать тебя. Вернуть к своей ноте. Ли закрыл глаза и уснул. Эй, нашел еще что? Один. Парень выглядит, как будто состоит в оркестре. Нашел его в коридоре наверху, он тут типа разместился. Засунь его в третью комнату, наверное. Какой-нибудь агент уколит его класс сама и выбросит потом. А может поможешь? Эти дети как бы тяжелые. Напоминание учащимся. Только членам оркестра разрешено покидать территорию школы. Нарушители могут пенять на себя. Они сами обрекают себя своими же действиями. Ли проснулся лежа на спине, увидев темное помещение. Его сердце колотилось. Он покачивал головой, чтобы расслышать звуки. Слышно было только низкое жужжание, звучавшее подобно голодному комару. Ни мелодии, ни ритма. Пытаясь сделать шаг, его ноги изогнулись. Он придерживал их, чтобы не упасть. Он не ощущал на себя форму, только тонкую ткань. Форма пропала, инструмент пропал, музыки нет. Ли попробовал сделать шаг снова и споткнулся. Почему его сюда послали? У них не было причины так делать. Это неправильно и скоро кончится. Жужжание становилось громче. Ли должен вернуться. Домой. Школа была домом. Ли боролся. Удары сердца расходились по телу, через горло, прямо в голову. Они были его музыкой. И ему надо быть там сейчас. Кто-то что-то сказал. Пожалуйста. Они сказали забыть. Ли встряхнул головой. Слезы текли потоком по щекам. Симф. Как там эта мелодия звучит? Что они пели? Они никогда не пели, Ли. Ты забыл. Забыть так просто, не так ли? Звон становился громче. И они перестали с ним разговаривать. Громче и белее. Мы тебя не забудем. Ты помнишь, как колокола звенели? Расскажешь мне потом, как дети пели. Таинственный почитатель. Ждали-ждали, не дождались. Наконец-то выезд. И еще приключенеца было сюда добираться. Но мы таки добились своего. Поездка на целое лето. Ничего нам не помешает колесить как угодно. Ехать куда угодно и когда угодно. Ржавый нам подогнал для поездки раздолбанный Батин Шевик. Так что и мы рулить. Первый день поездки. Я тащусь как тут удав. Ржавый за баранкой. Ли на переднем. А мы с Энди на заднем откисаем. Неплохо так. Первым делом поедем на Рокстар Вагансу. В Блэк Ридж. Мне там бывает доводилось. Просто потрясно. С тех пор во мне по-серьезному открылся интерес к року. От тяга хватит на всех. Синди и Лиаш усидеть не могут. Лишь бы опять не нажрались, не вырыблись посреди поля. Уныло, наверное, кататься по Агайо тут и там. Државый справляется. Помню, крепко я его подкалывал, что проезжаем мимо людей и достопримечательностей. Но то было в городе. А тут местность сельская. Чё-то писать не могу, башка не варит. И снова мы в пути. Я помню те дороги. Должно быть мы заблудились. Не помню, чтобы хоть раз пришлось так долго ехать. И ни тебе свободной дороги, ни поворота, ни даже домишка единого. Только есть, что плоская трасса, прямая, стелется себе без конца и края. Господи, как-то безрадостно. Наш последний памятный сезон открываем. Ржавый идиот. Первый дом за столько дней, а он втопил по газам мимо и просвистел. То ли воспоминания у него о этих краях нехорошие, то ли говна хипарского полна голова. Откуда ты, блин, воспоминания выстришь, если ты этого не видел никогда? Да и оборзел он уже. За руль никого не пускает. Типа водитель должен быть он. Погодь, что-то я забыл. Ли вообще за руль садился. Здесь мы сегодня оставили ржавого. Когда вернулись, его уже не было. Теперь машина стала длиннее. Не знаю, как оно точно стало. Огни на моих зубах разгораются, а глаза моего света стали ярче. Я осетр. Год, в котором было это. Перевод. Ли, как обычно, посмотрел на часы и сделал шаг на коврик у двери. Он был дома. Это был не особенно хороший дом. В нем были потертые красные ковры и угрюмые немытые окна. Но это был его собственный дом. Он владел им уже три года. Как-то не стремясь обратно в свою комнату в родительском доме. Ему было достаточно тех испепеляющих взглядов, которым они одарили его на выходных, когда заезжали. Спасибо им большое. Мама была разочарована его деньками в колледже. Когда он не смог туда поступить, его планы стать инженером пошли прахом. Он старался как мог, но тамошняя атмосфера была слишком враждебной. Ему пришлось распродать коллекцию монет, только чтобы не залезть в долги. Отец был против, потому что в ней были монеты деда. Дед хотел, чтобы они сохранились. Они валялись где-нибудь в тюрьме вместе с польской мелочью. Ну, дед, конечно, на многое шел, чтобы получить эти монеты, но нет. Он был бы не против. Работа, что была у него, позволяла оплачивать счета. Он вводил информацию в банковский компьютер уже три года. Это давало средства на оплату всего. Ипотека и плата заводу забирали больше всего. На втором месте маячили электричество и газ. Эта работа была все еще лучше, чем ничего. Плюс она позволяла проводить какое-то время вне дома. Что всегда лучше, чем быть одному. Почта была свалена на полку и временно забыта, пока Ли склонился над холодильником. Там было почти пусто, но все еще осталась банка содовой. Почта продолжала ждать, пока он наполнял стакан и бросал в него два кубика льда. Ли откинулся в плетеном кресле и начал листать конверты. Среди них было несколько счетов за кабельный ТВ и телефон. Какой-то спам, спрашивающий, не настолько ли он крут, чтобы учить каратэ. Что-то еще. Разбор конвертов занял минуту или типа того. Сначала Ли проверил, действительно ли они предназначались ему. Затем открыл те, что требовалось открыть. Как можно догадаться, это занятие он нашел весьма утомительным. Когда он собрался вставать, ножки стула протащило по плитке. И он сделал бы это, если бы не заметил красный конверт, который прилип к нижней части стопки писем. Это был не особо красивый конверт. Бумажный. С его адресом без обратного адреса. Ли не был особо подозрительным парнем, но это письмо включило тревогу в его разуме. Он помял его, ткнул его, толкнул его, бросил его. Подверг другим испытаниям, чтобы определить, не вреден ли объект. Письмо не отвечало. Удостоверившись в обычности письма, он открыл его, медленно проходя от одного угла к другому. Достигнув его внутренностей, он обнаружил, что там нет бумаги, только фотографии из полароида. И все? Ли прищурился, смотря на нее. Он был уверен, что это не может быть его фото. Ну не может же? Ничего не осталось с тех дней. Он моргнул, протер глаза. Посмотрел снова. Картинка отказывалась измениться и смотрела на него безразлично. Это был он, Синди и Энди. Они глупо улыбались тому, кто делает снимок. Ли моргнул. Претеный стул заскрипел, когда он сел на него обратно. Это было из путешествия, в которые Ли, Расти и другие отправились в 76-м. Это не было особо крутое путешествие. А после того, как он вернулся домой, суета почти колледжа заполнила всю его голову. Старшая школа Кирклонвода была последним временем, когда он был счастлив. Знакомые нити ностальгии поползли по его плечам. Ты должен был остаться дома с ними. Ли встряхнул головой, пытаясь очистить свои мысли, но не преуспел в этом. Фотография выскользнула из его пальцев, перелетев на полку. Ли закрыл глаза, пытаясь рационально осмыслить ситуацию. Он в порядке. Дела его здесь шли неплохо. Он жил своей собственной жизнью. Возвращаться было глупо, учитывая, сколько времени прошло. Когда Ли открыл глаза, он заметил сообщение, нацарапанное на обратной стороне конверта. Мы провели отличный год, не так ли? Надеюсь, увидимся скоро снова. С любовью Синди, целую и обнимаю. Этой ночью сон дал Селине так просто. Видение фотографии, его друзей, ныряющих, слушающих радио, читающих и всего прочего, и с того лета заполнили его разум. Трогая свои губы там, где Синди целовала его, он сжал их и задумался о нынешней жизни. Живя в прошлом, не прийти никуда. Фото будет убрано с его полки и окажется в мусорной корзине уже завтра. Мы попадем в парк развлечений чуть позже сегодня, если Расти и Энди смогут заставить водителя и механика взяться за дело. Честно говоря, похоже, у них у каждого свое представление о том, как туда попасть. Я бы помог, но возможно это вызовет еще больше суматохи. Сигнал будильника вырвал Ли из его сна. Он вздрогнул от неожиданности. Встал с кровати, съел две ложки хлопьев без молока, расчесал волосы, побрился, надел ботинки, штаны и футболку. Подошел к зеркалу, чтобы застегнуть пиджак. Затем расстегнул его, чтобы сделать это правильным образом. Потом вышел за дверь. День прошел без происшествий, за исключением беснующихся мелких гремлинов в его разуме, которых разбудило фото. Когда скука одолела его, он задумался о том, куда же привело его путешествие. Разве это важно? Фото все еще на месте. Мусорная корзина тоже на месте. Так что можно разобраться с проблемой. Возможно это просто от какого-то козла, который ненавидел его. А может ему стоит оставить фото на случай, ну если придут еще письма, на всякий случай. Фотография оказалась в кармане пиджака. Весь год прошел как в тумане, только лето имело значение. Все, что случилось тогда и сейчас, оно началось в том путешествии. Готовился весь год к одному этому лету. Затем просрал свою жизнь. Но лето было золотым моментом между тем, где ничего не имеет значения, и тем, где ты можешь делать то, что хочешь. Большой финал года подготовки. Он энергично засунул руку в карман пиджака, где было фото. Оно все еще там. Эту ночь засыпалось легче. Болезненные воспоминания, что были вчера, сменились на приятную ностальгию. Хорошие деньки в школе еще до путешествия. В группе было весело. Там он встретил Синди. Они были партнерами по всяким штукам в группе. Он помогал ей с... Ли подтянулся и посмотрел на фото. Где же он встретил Синди? Последнее, что я слышала, это разговоры о проклятых деньгах. Она улыбнулась ему. Он ответил тем же. Иногда у школы были трудные деньки, но это давало повод общаться с ней, раздумывая о том, может ли позволить себе место в центре города... Симфония глюка. Ли вскочил, хватая все подряд вокруг, чтобы выбраться из постели. Он слышал жужжание и инстинктивно поднес руки к ушам, чтобы зажать. Зубы прикусили язык, как он мог забыть симфонию. Почему он вспомнил? Он упал обратно на кровать, держась за пульсирующий череп. Они были чем-то в Лонгвуде. Дрожа он почувствовал, как струя крови из носа разливается по губам. Там было что-то про симфонию. Вспоминай. Они тебя вспомнят. Кусочки наполнили его сознание. Там была школа, которую он не должен был покинуть. Его друзья по группе игре. И симфония. Они были школьной группой. Они были из города. Нет, это было неправильно. Ли вытер кровь и посмотрел на свою прикроватную тумбочку на фото. Она не изменилась. Жужжание становилось громче. Ли мог слышать его. Сильно извиняюсь. Знаю, что вам не нравится тут. Извиняюсь за те разы, когда делал это. Прострация, страх, желание работать и только вопрос времени, чтобы видеть общую гармонию. Знаете, что многие пострадали или отправились в башню ради цели. Все ради ритма. Нужно немного практики, чтобы раскрыть потенциал. Не то место, как некоторые говорят в наше время, нет людей с работающих, чтобы сделать красоту. Для или иначе. Всех этим закончить. Сделать оркестр жизни. Все играют роли, как отдельные ноты. В большой симфонии. Пожалуйста, встаньте перед прелюдией.